Жители товарного переулка 6 жалуются на вырытый под их окнами 4-метровый котлован для паркинга. Люди опасаются, их жилище в любой момент может попросту разрушиться. Кроме того, во время работ строители повредили коммуникации. Теперь в доме регулярные перебои с водоснабжением, а на контакт с местными представителями застройщика не идут. Там катакомбы, насыпные грунты и разработка грунта в полтора метра от фундамента. Что грозит обвалу обрушения дома и жизни людей, потому что там живут люди, неотселенные люди. Но не будем же мы обращаться к городским властям, когда у нас заварится. В общем, мы не знаем в какую минуту у нас пойдет обрушение домов. К нам никто не подходил ни с какими предложениями, никто ничего не предлагал абсолютно. Значит, я считаю, что это строительный беспредел, который надо полностью прекратить. В доме всего семь квартир. В одной из них проживает 87-летняя женщина. Ни ей, ни другим жильцам застройщик компенсацию не предлагает. Да и расселять людей компания тоже пока не спешит. Делятся местные. Один спросил меня, что вы хотите. Дом или я. Говорю, это внука. Да внука надо обратиться. Им жить дальше. Ни хай платят и сносят. Ни хай внук шукает мне где-то дом, что если они не согласятся заплатить. Ну, там спокойнее будет, конечно, где-то если. Только кто хочет платить, они же дурняк хотят. И теперь вот такое мучение. Разве можно так? Это старость такая, дочечка. Надо пережить это все. Сегодня к решению конфликта присоединились активисты. Они вынудили представителей застройщика Жука Алексеевский пустить жильцов на их же придомовую территорию. Однако охране жилого комплекса это не понравилось, поэтому они вызвали полицию. Какие действия предприняли правоохранители и чем закончилась эта история, смотрите в завтрашних выпусках новостей.